25-летняя россиянка по-прежнему главная звезда микс-зоны. После одиночной смешанной эстафеты, в которой наша команда стала шестой, Евгения все также полна позитива. В суете подумала, что она закрылась, начала надевать винтовку и заметила, что не все так хорошо. В итоге пришлось добивать допом. Не я первая. Меркушина передо мной стояла, вообще трижды собиралась закидывать винтовку. А у нее все никак не закрывалось. Подумала. Это сильно. Да многие ошибаются. Не считаю, что на Женю нужно наговаривать. Банальная ошибка. У меня тоже бывало, что стреляла не по своей мишени, и даже не замечала этого. Думаю, ситуацию просто раздули. Так он не сделал ничего криминального. Я подошла к нему и сказала, «Женек, ты офигеть какой сильный». Взял, и еще один штрафной круг дал. Боец смеется. На самом деле, мы в команде хорошо общаемся, и никто никому претензий не кидал. Бороться можно было. Жаль, что Матвей в штиль допустил три ошибки. Я стояла и думала, «Матвей, блин, только не на круг». Он извинился потом, никаких проблем. В контактной гонке всякое бывает, не всегда удается справиться с нервами. Надеюсь, в следующий раз будет лучше. Очень интересная дисциплина. Скоротечная, контактная, скоростная. По эмоциям просто классно. Не знаю, как норвежцы это делают, но они круто работают. Вы что? Я сама отказалась. Бежать ее было нелогично. Ехала на тренировке по этой трассе и по три раза останавливалась. Думала, «Господи, как девки-то тут побегут. Очень тяжелая трасса. Так что на пятнашки я бы просто доходила. Не готова сейчас бежать эту дистанцию. Да вообще сейчас не готова. Не могу бороться, нет той терпешки». Тогда я выходила на эстафету и думала, ну все девки, держитесь, я пошла. Там классно было, хотя я уже не спала, а тут.